Неделя в Активе, уже три дня прошло. Ваше мнение, несколько вопросов, как вам это видится. С какой целью они приезжали не первый раз? Второе. Какая то есть цель узнать их? И теперь в конце спрашивают, а разрешите еще раз приехать? Вот между этими, кажется, полюсами теперь все остальное. Лично ваше чувство, внутреннее переживание, думали об этом или нет. Они сколько раз уже приезжали? Уже раза три, наверное, четыре приезжали? Да, четвертый. Во-первых, они слышали об нашей деревне, где-то читали в интернете, много что-то про них есть. И своими глазами увидеть, посмотреть, что изменилось. Они каждый раз приезжали и смотрели, о, сколько у вас там чего-то. То есть и в этом плане, я тоже думаю, им это интересно. Молодые там у них, среди них появились. Двое стареньких, которые каждый раз приезжали, два Виктора. Молодым своим показать. Ну что это? Показать, да, это так. А с какой целью? Других посмотреть и себя показать. Ну да, с какой целью? И свою, и веру, и проповедь, может быть, сказали. Не говорили про проповедь, нет? Нет, он немножко сказал, совсем немножко. С какой целью? Дальше молиться начал. Ну и все, дальше... Они по беседе категорически избегают. Ни под каким видом. Парень задал вопрос, а я ему отвечаю сразу, нет, у нас не принято спорить, то и другое. Спорить, я говорю, не спорит, он спросил по Писанию. Я вместо Писания, он даже никак, и дрожь пробирает, беседует. Им задача только засвидетельствовать и отойти, и все. И больше не ступать ни в какие утрения ни с кем. Но как засвидетельствовать? Он был и засвидетельствовал, дальше что? Ну и все, и быстрее развернуться и бежать. Дождик у вас прошел, нам не выехать отсюда. Я думаю, тут все-таки они делают сравнение с тем, что православие где есть, и может что-то где-то откладывается даже. Ну, я говорю, наработимся. Ну, мы тоже работаем. Я говорю, мы в разной комплекции с вами. И засмеялись. Работают. Ну, что за работают? С нами не работают. Мы с утра как вспотел, и до самой ночи не просыхаем. Далее, я сказал, когда вот были у вас, вначале, как так? Так, я даже с пресс-фитером встречи не было. По-категорически, ну, можно с Александром Александровичем, вашим отцом поговорить. Я думаю, они не знали, он как-то так. А потом давай отрекаться, а мы не в табунах, а мы где-то там... Хорошие они, наверное. С хорошего. Ну, неважно, главное. Вот баптисты показали, ну, я думаю, что табуны это больше? Нет. Нет? Нет. Табуны больше, но там у них почти вся деревня баптисты. Там все, видите, молодые, старые, а в табунах одни бабки никого нет. Ну, значит, надо с ними договориться, как у нас было. Я слышал такое из первых уст, я знаю, когда были в Грузии, и там у них старый пресс-фитер Гога, Георгий. И он говорит, мы договорились с патриархом Ильевым II, что от них приходят священники, у баптистов проповедуют. А я у них прихожу в храм центральной Сионика, храм Христа Спасителя. Ну, и проповедовал, я, говорит, уже ни один, ни два раза выступал. И потом одна бабушка подходит и говорит, слушай, миленький, перекрестись. А я, говорит, не перекрестился. И почему тебе, говорит, одежда ничем не отличается от мирских? Ты антихрист. И вкрался в нашу церковь. Я, говорит, не перекрестился. А теперь он, как, я не знаю, парализован, он лежал в постели, на домом мы посетили его. Как я сожалею об этом? Сколько людей я потерял? Ну, крестное знамение, уже беседы-то прошли, его это коснулось. Да разве же это грех? А я тогда считал, что это нельзя, Бог не требует служения рук человеческих, не правда ли в правой руке твоей, там, Исаия. А это никак крестное знамение не может относиться, потому что его не было. И поэтому запрещать пророк не мог его. Значит, вот приходил Исаак Александр Пивоваров в Прокопьевске. И так же договорился с баптистами. Вы приходите у нас, заранее предупредим, какая тема. Было у нас в Барнауле, там у них линк, оттуда пришла к нам Фатеева Любовь Николаевна, адвентисты седьмого дня, договорились, что они приходят, ну, в храме у нас не могут, а трапезные. А там разрешили в храме, хотя это вопреки канонов. Я говорю, а у вас, ну, тогда у вас, мы скажем слово. Они согласились, но когда уже привезли туда данные все, они категорически отказались по сегодняшней религии, встречи не было. Такая же ситуация была у меня в Новосибирске. Как только узнали, что буду беседовать, я, кто будет беседовать с этой стороны, сразу раз отказались. И не могли их не уговорить, и Академгородок там пытался их сломить, бесполезное дело. То есть, мы близко положим. Так что, в табунах, если я тебе буду, мы договоримся, давайте, где хорошего. Сколько до туда езды? Близко. Не близко, километров тридцать, наверное. Триста? Тридцать? Тридцать? Да какое-то. Я говорю, близко. Тебе ближе, чем до Мамонтова. Да. Вот так договорились. Приедут на нас собирались, вы беседовали уже, теперь представьте нам слово. И мы тогда увидим, кто они, чего они ищут. Ну, здесь, мне кажется, они не приедут второй раз. Все, они раз посетили, хоть они и сказали, можно ли приехать, а второго не будет. Почему? Ну, вряд ли они... Ну, тут дорог сейчас нет. Нет, я думаю, вот что... Нет, их интересует наше место все равно. Они каждый раз новеньких сюда молодежь привозят и показывают. Смотрите, что-то тут другое. Другое, да, это только... Где-то они были. Священник околохрама где-то сразу вызвали в полицию. И их заставили писать отчет. Я не знаю, по закону, по-яровому. Они не зарегистрированы. Их таким штрафом ахнут. И речь идет о не о двух тысячах. И они после этого приехали, они сказали батюшке. Сейчас же по закону, они же вне закона, раз не... Вне закона. Они вне закона, им никуда. Даже вот они приехали сюда, это уже все, это им... Ну, никак нельзя. Мы-то же зарегистрированы, выдали по закону справки. Теперь мы едем. К нам не имеет права претензий иметь никакой орган. Мы ничего не нарушили. Документы показываем. Здесь регистрация отдела юстиции. А здесь, что это выдано такого-то числа. То есть нам написали из миссионерского отдела. И мы сразу это сделали. Но они очень этим гордятся, что они не зарегистрированы. А чем гордиться-то? Ну, это вот они там регистрированы, они с властью там, а мы нет. В советское время, там за это преследовали. А когда всем разрешили, тут вообще нет. Но я сегодня пересчитал еще раз решение Минюз. Запрос про свете любого удовлетворен. 395 домов у них какие были, где собирались. Зал царства. Все конфискуются в пользу государства. И на территории Российской Федерации они запрещены. Все. И теперь, где бы они ни были законны, только шрепнули все противозаконное. И речь идет уже о сроках. Меня же спрашивали, как это. Я считаю, что государство не театротическое, не Греция. И поэтому для государя-батюшки мы одинаковые. А претензии к ним, какие предъявляют и пришел серьезных, государственных нет. У них козырь не такой. Они из наших учений, которые высшие люди, ни один, нигде, ни одного человека не убил. Ни на фронте, нигде. Наши не преследовали, ни инквизиции, ничего не было. То есть у них огромный козырь. Да, мы не такие, как вы. Да, не такие. Но мы никого не убили. Нас крови нету вашей. А наша кровь на ваших пастырях. Сколько нас гнали, давили, предавали, еще только не было. Так что нам нужно вникнуть в суть дела. А кто это побудил? Ну, кто-то побудил. Там религиоведы выступают. Они не перестали быть. Они будут собираться. Они будут ходить по домам. И они ничего не сделают с ними. Почему? Потому что это их учение. Всех до одного, говорится, всех не перевешивают. Как Зоя Космодемянская вроде бы сказала. Будут гнать. Они говорят, мы первые. За нами вы пойдете. Государство началось и шерстить, оно дойдет и до вас. Но все это, говорит, делает Московская патриархия. И в этом они правы. Это они натравили. Путину-то зачем это нужно? Ему лишняя забота. Тем более, его жгут сейчас по другим вопросам. Америка начинает Сирию бомбить. С Америкой там на волоске висит, чтобы не схватиться. Так что сегодня воевать они не с ИГИЛовцами будут. И это ИГИЛ против ИГИЛа как бы воевала Америка. На самом деле это хитро, закулисно идет. Чтобы весь мир застонал. И приход Антихриста готов. Все скажут, дайте правитель, когда ни войны, ничего этого не будет. Это же между собой договоренность. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понять это. Ну и все-таки приятно приезжать в то место, где доброжелательно встречают. В Аквале побежал помидор, сливок там на дорогу. Да, все время что-то им дают. И всегда всех зовут, приглашают и слушают их. Тем более, что они приезжают, чем поют. Мы заказываем их песнопение. Мы их знаем. Все время поют у нас. Но нашего они не знают. Не знают. Сокровища канонов не знают. Толкование, не знаю. Это оставили газетку, я посмотрел. Это прямо жития святые берут, только другие имена вставляют и все. То же самое. Спасение на лжи. То есть обманываешь человека, обманываешь, но будь добрый, хороший. И потом спасение как-то выскочит. Я посмотрел все им. И о церкви. О церкви учения только. Какие мы должны быть? А что сама церковь, у них ни одного слова нет. Они не знают. Сейчас приехал Иосиф и говорит, там где-то на стадионе. Все конфессии собрались, все еретики. Они отпраздновали 500-летие реформации. В 1517-м Лютер вывесил в Виттенберге где-то 95 тезисов. Они не плащут, не стонут. Они празднуют. Но один вопрос никогда им не ответить. Если это от Бога, почему у вас теперь десятки тысяч разных названий? Ты ее не ругай. Но я не ругаю. Я сейчас на Володю наперла. Говорит, ты почему мне не сказал? Говорит, Елена звонила. А он говорит, я тебе поискал, тебе здесь нет. Дома не было. В Богороде гляну тоже нет. А потом посмотрел, говорит, обычно вы собираетесь здесь. Вот здесь, напротив Нины. Ну да, сюда здесь были. А он тут смотрел. Здесь нет, нет. А их, говорит, нету. И тебя долго не было, говорит. И все. Ну, меня-то тоже сказали. Сказали. А я прям к вам подъезжал уже. Я развернулся, и все. Ну, ладно, не надо. А ее не ругай. А я не ругаю ее. Вот, не надо это. Мы не об этом даже говорим. Нет, нет, нет. А он тоже, говорит, я тебя искал, тебя не было. И, говорит, а посмотрел сюда, баптистов, говорит, нету здесь, говорит. И я вот так и все. Ну, слышно было очень. Мы тут ходили, они вот тут стояли. А Нина через плетеное это рассеяние. Не глянул бы он сюда. Ну, ладно, прости ради Христа, так вот. И я на него наперлась. А он, говорит, тебя дома не было, я тебе искал. Ладно, это так уж. А я люблю их, когда они это расскажут. Ну, они пели долго, много пели. Маленький дождик кропил, мы никуда не ушли. Ну, ладно, ладно, простите. А я спрашивал о вас. Вот видите как, я не случайно спрашивал. Она любит нас. Я знает, любит, и смотрел, и нет. И я подумал, ну, раз сказали, ну, еще два раза-то говорить. Вот сейчас. Сказал привезти собаку. Что тут? Настрой какой? Ну, значит, что-то чувствует. Что-то чувствует. Ну, чувствует, конечно. Так-то бы чего? Еще, что-то привезти. Как для чего? Ну, привезти показать собаку. Вы же ходите, каждый день ходят. Занимается там или что-то. А речь конкретно. Она вынудилась сказать, что конкретно я говорю из-за вас. Я покажу, какую беду она приносит собака эта. На практике покажу. Она ее искала. Где она искала? В моем сарае? А как она туда попала? Дальше это легко. Нет. Она, собака, пришла, она у меня безобразничает, а я ее не должен трогать. Если я ее взял, да где я ее взял? То у себя дома, это мой двор, я имею право взять. Почему я должен ее? Или пришибить, надо было зарыть и не спрашивать. Я же это не мог сделать. Но она у меня побыла сколько. Может быть, она за зайцем куда побежала? Мы со своими собаками вот здесь вот гуляли, они увидели оленя. Не олень, кто она, коза. И она через гречку косуля, и побежали туда в лага. Куда я их докричусь? Я, конечно же, пришел домой. Они когда пришли, тогда и пришли. И у них то же самое произошло. Они ни за чем не побежали. Это порода такая, вы даже не знаете. Это порода, которую... Потом услышишь. Ну ладно. Это порода, которой никто не выводил. Не выводил никто эту породу. И они к людям не привязаны. Ты только услышишь, что только нартовые, нартовые только в нартах по 9, по 12 штук. И как только веса наступает, хозяин их всех выгоняет со двора. Все, до осени. Питайтесь сами, где хотите. И они не знают, что такой привязанный нет. Нет. И дальше, чем они питаются? Какое приносит добро, зло? Она ничего не знает. Да я знаю там в интернете. Ничего ты не знаешь. Знал бы, зачем пускала. Ее на шаг нельзя даже отпускать собаку. Из всех собак, какие есть, вот я слышал, это самая опасная собака. Вот и все. И она не приведет. Она возгорелась, значит, чувствует что-то за собой. Ответ один. А я разве плохое бы сказал? Я подтверждаю, обращаюсь к Сергею. А пусть он ведет на другого перекеда. Она не такая порода, говорит. Я не разбираюсь в этих породах-то. Но этой занялся породой добровольно. Найти все, нашел все данные. Говорю, что ниже этой собаки в породах нет. Хуже этой собаки нет. Она вообще ни к чему не приводна. Красивая только на выставке, как вот мисс выступает, эта женщина. Она ничего не знает, ничего. У нее только сиськи и задница, больше ничего нет. И вот показать, повернуть, и дальше через постель получает премию. Вот и весь ответ. Пошли. А кто это оставил? Ну, это в школу потом пойдут, возьмут. Так, пойдем к Алеше. Сходим.